Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Джордж Оруэлл. Российская агрессия против Украины всколыхнула много страниц истории. Одна из них рассказывает о мимолетном существовании Донецко-Криворожской республики. Фактор Дон Кривбаса не сыграл важной роли в 1918-м, констатируют историки. Подобные территориальные объединения не были редкостью и в большевистской России. Рождались и умирали Донская, Кубанская, Черноморская, Северокавказская советские республики. Еще не окрепшая после Октябрьского переворота коммунистическая система не раз прибегала к проектам федерализации. Такая тактика помогала дестабилизировать ситуацию среди народов еще царской России, которые пытались пойти своим путем построения государственности. Спустя столетия история таких федеративных формирований осталась лишь на страницах книг. Однако прошлое Донецко-Криворожской республики попало под прицел кремлевских идеологов. Дон Кривбас стал объектом бесконечных политических манипуляций и провокаций. Почему большевики положили глаз на Донецко-Криворожский район Украины? Именно в нем были сконцентрированы многие предприятия и шахты. Какую политику проводили идеологи Дон Кривбаса? Донецко-Криворожская республика стремилась вернуть всю Украину под власть Москвы. Кто наследовал неудачный опыт регионального сепаратизма? Мы пытались манипулировать на заре создания сепаратистских образований, так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Казус Дон Кривбаса Об административно-территориальной реформе Донецкого угольного бассейна и Криворожского рудного района Украины мечтали еще царские чиновники до Октябрьского переворота 1917-го. В основе изменений стояли прежде всего экономические потребности края, отмечают историки. На территории юга и востока Украины планировалось создать такой себе индустриальный парк. После отречения царя Николая II от престола за дело взялось Временное правительство. Оно направило Центральной Раде территориальную инструкцию, в которой Украине намекнули, что она может претендовать лишь на Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и Черниговскую губернии. О Донецко-Криворожском крае не было ни слова. Этой ситуацией воспользовались местные большевики. Уже через несколько месяцев на совещании фабрично-заводских комитетов в Харькове лидер Донецко-Криворожского промышленного бассейна Федор Сергеев с партийным псевдонимом Артем заявил. В настоящее время мы разрываем отношения с Временным правительством и приступаем к образованию своей власти. К ее организации будет привлечен весь Донецкий бассейн. Эта так называемая республика была своеобразным экспериментом большевиков. Эта республика не имела никаких оснований для существования. Дело в том, что территория, на которую большевики претендовали в Украине, собственно, Донецко-Криворожский район, был развитым промышленным регионом. И это, наверное, единственное, что отличало этот край. Именно в нем были сконцентрированы многие предприятия и шахты. В октябре 1917-го в Петрограде произошел большевистский переворот. Однако Киев не признал власть Совета народных комиссаров. Сам термин Донецко-Криворожская республика... Сам термин Донецко-Криворожская республика возникает в постреволюционной Российской империи, когда свергли царизм. Именно тогда очень активно развивалось украинское национальное освободительное движение. Возникла Центральная Рада. И большевики ищут способ, чтобы разделить украинскую национальную идентичность с тем, что возникало на территории построссийской империи. Они очень боялись того обстоятельства, что Украинская Народная Республика распространит свое влияние на степные районы, на всю территорию Слобожанщины и пойдет далее, на территорию войска Донского. Политика украинской столицы отличалась от государственной политики России и поэтому не пришлась по душе большевикам Донецко-Криворожского бассейна. Его лидеры яро поддерживали идею победы пролетариата в своем регионе и делали ставку на советскую Россию. Поэтому 11 февраля 1918 года съезд делегатов Дон Кривбаса принял резолюцию об отделении своей территории в отдельную республику с центром в Харькове. Большевики завдяки своей идеологии были щиро переконаны. Благодаря своей идеологии большевики были искренне убеждены, что движущей силой всего на свете являются рабочие. Рабочие концентрируются в промышленности. Соответственно, именно эта Донецко-Криворожская республика может быть вот такой большевистской передовой. Но для этого не было никаких оснований, потому что предприятия все равно должны иметь какие-то экономические связи с тем же селом, морским портом, другими территориями. Поэтому многие ошибаются, когда называют эту республику государством или протогосударством. Это был лишь плод воображения большевиков. Кроме этнических украинских земель, руководство Дон Кривбаса собиралось включить в свой состав и часть российских территорий. Это выглядело логично, считают историки, так как в основе создания такой республики лежал не национальный фактор, а сугубо экономический. Такие подходы обосновывались марксистским мировоззрением. Мол, время национальных государств миновало. Собственно, пытались создать квази-государственное образование. Оно формировалось не на национальной основе, а на основе пролетарской идентичности. И использовалось оно как средство давления на Украинскую Народную Республику с целью, чтобы ее все-таки ограничить в ресурсах, возможностях и действиях. В общем, на то время все было очень интересно. На одной территории могло быть сразу несколько властей. Какой-то большевик в Харькове признал власть Донецкой Криворожской Республики. А в соседней квартире украинец признают власть Украинской Народной Республики. И здесь же живет какой-то еврей или поляк, которому вообще все равно. Они мечтают только о том, как им вернуться в Польшу и Палестину. Поначалу Дон Кривбас устраивал Совет Народных Комиссаров России. Пролетарии края были заражены идеей большевизма, и большинство не желало примыкать к власти Украинской Народной Республики. Однако высшее партийное руководство имело совсем иную установку. От федерализации нужно было отходить. Вся власть должна была сконцентрироваться в руках большевистского центра. Донецкая Криворожская Республика стремилась вернуть всю Украину под власть Москвы. Собственно, отношений с киевской властью практически не было. Было лишь стремление распространить идеи большевиков на территорию всей Украины, в том числе и на Киев. А затем подать России на бличке с золотой каемочкой. Вот и все. Потому что в Дон Кривбасе работали большевики. Ситуация кардинально изменилась после Брестского мирного договора, рассказывают историки. 3 марта 1918 года его подписали Россия из страны Четверного Союза. Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгарское царство. Документ де Юра знаменовал поражение и выход советской державы из Первой мировой войны. Войска обязались покинуть территорию Украины, а Совет народных комиссаров заключить мир с УНР. В такой ситуации дальнейшая игра в федерацию теряла смысл. Это ломало планы России по продвижению большевизма на всю территорию Украины. Под натиском немецких войск 8 апреля 1918 года руководители Донецкой Криворожской республики перебрались из Харькова в Луганск. А вскоре и вовсе эвакуировались на территорию России. Уже в мае все украинские территории, которые Дон Кривбас считал своими, оказались под контролем австрогерманских войск. Но Германия и ее союзники проиграли Первую мировую войну. Большевики вновь двинули в Украину свои войска. В начале зимы 1918 года в советском Харькове объявились политики, которые называли себя руководителями Донецкой Криворожской республики. Они начали высказывать идеи создания отдельных вооруженных сил. Чтобы раз и навсегда решить этот вопрос, Совет обороны Советской России 17 февраля 1919 года постановил просить товарища Сталина через бюро Центрального комитета провести уничтожение Кривдонбасса. История закончилась тем, что республика выполнила свою историческую миссию и была просто поглощена Советской империей уже в рамках Советского Союза. Такая ситуация существует и по сей день. Такая же судьба ждет Приднестровье, такая же судьба может постигнуть и Луганск и Донецк, потому что сейчас это же серая зона, оккупированная зона, которую никто в мире не признает державами. Так, по сути, было и с Донецкой Криворожской республикой. Чтобы снять проблему дальнейшей федерализации, народный комиссар по делам национальности Советской России Иосиф Сталин дал интервью газете «Правда». Он отрицал как экономический, так и географический федерализм в будущей Советской державе. О федерализации не раз упоминали и на страницах истории современной Украины. Этот вопрос возникает в основном во время политических кризисов. О возможности преобразования независимого государства в федерацию заговорили во время «Оранжевой революции» 2004 года. В то время появляется некая организация «Донецкая республика». Это был ответ пророссийских сил на приход к власти президента Виктора Ющенко и внедрение им национальных идей. Активисты требовали предоставить особый статус восточным областям Украины и пытались создать на этих территориях такой себе клон Донецкой Криворожской республики. Однако проект провалился, так и не получив поддержки у населения. Очередная реанимация «Дон Кривбаса» началась после революции достоинства 1 марта 2014 года. Во время пророссийских митингов в Донецке представители сепаратистского движения «Новороссия» собрались под стенами областной администрации. Они требовали провести референдум о выходе области из состава Украины. История проводит свои параллели. Это был просто способ... В феврале 2015-го так называемый «Народный совет ДНР» принял меморандум, в котором провозглашалось. Мы подтверждаем историческую связь государственных образований Донецкой Криворожской республики и ДНР. Эти громкие заявления боевики обосновали принципами международного права, воплощенными в Уставе Организации Объединенных Наций и результатами никем не признанного референдума. По логике сепаратистов территория, якобы входившая в Дон Кривбас в 1918 году, а именно вся юго-восточная Украина от Харькова до Херсона, должна теперь находиться под контролем ДНР. Мы пытались манипулировать на заре создания этих сепаратистских образований, так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня историю Донецкой Криворожской республики используют для легитимации претензий ДНР и ЛНР на территорию Харьковщины, Днепропетровщины и дальше вплоть до Николаева, Херсона и Одессы. Для этого у них нет никаких оснований. Они это уже сами поняли и практически перестают этим пользоваться. В феврале 2017 года у памятника главному идеологу Дон Кривбаса Сергееву Артему в Донецке состоялся немноголюдный митинг. Почитатели русского мира отмечали 99-летие создания Донецкой Криворожской республики. Главарь так называемый ДНР Александр Захарченко заявил. Мы, как преемники Донецкой Криворожской республики, создали Донецкую народную республику. И на сегодняшний день это независимое государство. Основатель Дон Кривбаса Федор Сергеев Артем один из первых исполнил приказ из Российского центра о прекращении политики федерализации. Но были и такие, о которых вождь большевиков Владимир Ульянов-Ленин говорил. Упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде. Как гласит народная мудрость, любая революция пожирает своих детей. В 1921 году Федор Сергеев Артем погиб в Подмосковье в загадочной железнодорожной катастрофе. Девять народных комиссаров из правительства Донецкой Криворужской республики были расстреляны в годы сталинского террора. Почти сто лет назад за ненадобностью был похоронен пример регионального сепаратизма. Вряд ли в оккупированном российскими боевиками Донецке знают о печальном опыте и конце никем не признанного государства, которое стремится наследовать непризнанная власть. История создания так называемой ДНР очень похожа на судьбу Дон Кривбаса. Вероятнее всего, все может закончиться так же. Одним рощерком пера кремлевского властителя. Провести уничтожение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова